бисмиллау ассалату ассаламу аля расуллиллахи вала алейхи ва сахбихи ва манвала амма ба'ад значит кто такие ашариты и мактуридиты и как их можно отличить то есть я постараюсь кратко не знаю как получится рассказать значит аллах субханахула тааля не спасал в своей книге многочисленное описание свои возвышенное описание и возвышенное качество чтобы верующие познавали его через это познавали его величие чтобы увеличивался их иман чтобы увеличился их страх перед аллахом субханахула тааля любовь к нему за такие качества и надежда на него и росло в их сердцах возвеличивания аллах и преклонения перед ним и аллах сообщил в куране о многих своих качествах как возвышенность над троном как две руки и как то есть сказав например у адам что мешало те совершить поклон приветствие тому кого я создал своими двумя руками бияда и и глаза и так далее и так далее лик и так далее и так далее качество которые пришли в куране в огромном количестве аятов аятов сифатов очень много которые с описаниями аллаха ханахула тааля то что например вас самоват у мату ятун би амине да небеса будут свернуты в судный день его правой рукой это тоже все шоу в куране затем в сумме пророка пришло то же самое еще намного больше в достоверность сумме пророка которая в двух сахиха как бухари и мусульма и в книгах вокруг которых то есть собрались мусульмане как сама на тир мизе и так далее сон иван манджи то есть четыре сона на ему снады и так далее то есть очень много пришло описание прекрасных описаний аллаха ханахула таалли и первое поколение мусульман сподвижники табиины имамы которые пришли за ними самых разных школ то есть один и даже обухание вот если его ранние сторонники у них не было ни у кого разногласий ни у кого не было разногласий то есть все принимали эти качества так как пришли веровали в них и не воздерживались от того чтобы ковыряться в том что нам неизвестно да от вопроса как то есть например веровали то что вас спускается на ближнее небо каждую треть ночи до последнюю треть ночи это их побуждало что усердствовать поклонение в это время и просить аллах обращаться к нему с дуа и так далее но они не говорили о как он спускается а то есть и тогда вот эти вопросы не поднимали веровали в само нисхождение без вопроса как это был их манхач и это была их позиция и они не лишали эти качества их смысла не лишали эти качества их смысла напротив пришел от обдулах ибин масса вода и именно баса то что они сказали рахман лярше встава и джелеса то есть милостью вознесся на трон то есть сел и это это же пришло от табиинов и от имама ахмада и суфьяна и других имамов сада то есть это был их манхач принятие сифатов на внешнем смысле без того чтобы как-то подробно копаться и без того чтобы их отрицать и так продолжалось то есть мусульмане они мусульмане вообще стремились к этим собирать эти сообщения и передавать их и первый с первым кто их собрал в отдельную книгу это был хамад ибн саляма хамад ибн саляма один из табиинов и он собрал эту книгу и написал и поэтому собрал эти сообщения про где пришли пришло про руки про возвышенности и так далее вот про облик аллаха и так далее то есть в отдельной книге и сообщение из этой книги хамада ибн саляма они есть во всех шести книгах сахих ах и суна то есть и ученые всегда стремились собирать эти сообщения до подчеркиваю убеждения ахли сонна и подчеркивает то что это принимается так как оно пришло и имам аль-бухари в конце своего сахиха у него есть раздел который он назвал кита будто вид книга едино божия и привел там последовательно все даст и соответствующие его условия то есть один соседов и некоторые аяты также с этим же смыслом то есть про руки про глаза и так далее пролик также имам муслим сделал в своем сахихе также и мало буддалут сделал раздел опровержения джахмитом в своем сумме также имам бен маджа автор сона на другого то есть сделал отдельный раздел хадисы которые отвергают джахмиты и передал там то есть огромное количество хадисов с и фатов это переведено на русский язык также то есть анна саи у него в сонной кобра есть раздел аннуут то есть описание аллаха где он собрал эти ходить и передавая их и распространяя их то есть ученые для них этих обы ходить и были не каким-то там муташа бихом или каким-то там неясным однако ясным которое следует собирать передавать и распространять это был манхадж мусульман что произошло джахмин сафлан был один такой человек то есть нет первым был джады мандирхам джады мандирхам этот человек у которого были связи то есть и переписка с философами которые не мусульмане да и к нему то есть философы то есть у них есть разные течения у них есть разные течения и есть течение которые отрицают творца из течение которое отрицает творца говорят этот мир всегда существовал извечным и был извечным и то есть не был создан есть философы которые утверждают существование творца и доказывают сотворенность мира доказывают сотворенность мира и первые философы которые утверждают творца у них есть своя то есть дорога по которой они пытаются это доказать то что творец существует они это делают через путь то есть то что я просто боюсь если я буду это подробно описывать то не поймут слушающие да потому что достаточно сложный то есть через движение тел покой и так далее то есть акциденции явления происшествия и так далее но суть то что творец которого существование которого они доказывают таким путем он получается не имеет никаких качеств не имеет никаких качеств потому что если он потому что имение качества это то есть качество созданного вот и джады бендир хамон то есть повлияла на него эта философия и он стал отрицать аяты то есть отвергать аяты которые пришли про то что аллах говорил с муссой потом почему потому что слова то есть это явление это явление то есть аллах причисто от явлений если был в нем происходили какие-то явления то вас был бы телом аллах если бы аллах был бы телом то то есть он был бы сотворенным аллах не сотворен то есть он творец поэтому аллах не тело поэтому то есть нужно отрицать от него вот эти качества все да вот и то есть стал отрицать то что вас говорил с муссой потому что это про и происхождение происшествий типа и стал отрицать то что аллах а то есть избрал ибрагима алейхиссалям своим возлюбленным пророка ибрахима своим возлюбленным и когда он стал это делать известное происшествие произошло то есть халяда кассари один из правителей бану мая когда делал хутбу на молитву аид делал хутбу на молитву аид сказал о люди тогда у таком болела куда аякум то есть при ним приносите жертву и да приметалах ваши жертвоприношения на и для это было да что же касается меня по нему до биджад ибн дирхам что же касается меня то я принесу жертву джада ибн дирхама воистину он заявил то что аллах не взял то есть не избрал ибрахима своим любимцем и не говорил с муссой и спустился с минбара и зарезал джада ибн дирхама и это поддержали и джима передавали ученые то есть на то на то что все садов это поддержали от имама зухри остававшегося в ту пору табиина фетла есть то что джад не изумом не из дней из умы мухаммада саллаху алейхи вассалям и никто этому не противоречил все поддержали поступок его хальдер касари но то есть это мы эти мысли были уже запущены в исламскую умму и подхватил это джад мы бен сафлан которому и стала приписываться секта джахмитов стал призывать тоже к этим идеям и отрицать от аллаха субханаху а то ли те качества которые пришли в куране и сумме потому что если утвердить эти качества то это будет уподоблением аллаха созданному и предание мало хотела потому что эти качества любые качества он вообще никакие не признавал то есть они фишахи да то есть в том что мы видим могут помещать то есть могут присутствовать только в телах поэтому он и слух отрицал и зрение отрицал потому что в то есть в том что мы наблюдаем слышать и видеть то есть может только тело аллах не тело потому что если он тело тот и вот дальше греческая философия вся отошла и начал отрицать все качества и говорить то есть аллах везде нельзя говорить то что он на троне однако аллах везде и стал призывать к этим идеям и как говорит имам ахмад последовали ему многие ученики абу ханифы и появилась религия джахмитов зародилась религия джахмитов и ученые стали сильно их порицать выносить им такфир и джад джахмин сафан тоже был убит как муртад однако то есть эти мысли уже разошлись и случилось настоящее бедствие когда когда один из халифов бану аббас маму сын харуна рашида у него был один наставник до который повлиял на него и он уверовал в это в этот джахмит и маму приказал когда умерли большие ученые как я видам он харун которые его сдерживали маму приказал распространять эту акыду всей государственной мощи и испытывать ученых то есть ученых ахли сунна заковывали в цепи арестовывали и приводили к нему и тот кто соглашался с открытой джахмитов то что аллах не говорит причистот слов причистот сифатов не на троне и так далее кто соглашался с ними того отпускали а кто не соглашался того бросали в тюрьму мучили и убивали и известно то есть и продолжили это после смерти маму на халифы которые были после него как матасы и лафик и то есть известно что случилось с имамом ахмадом страшное мучение которое ему выпали но он был стоек и отстаивал акыду да и так продолжалось до той поры когда пришел халиф муталакки и он отменил это все и наоборот то есть приказал распространять сумму и ученые великие ученые по приказу халифа муталаккиля и по фетве имама ахмада сели в главных мечетях главных городов и передавали адисы сифатов и в этих и при то есть на эти мажлицы приходил и приходили огромные толпы 20 тысяч человек ученых и требующих знаний 40 тысяч то есть большие огромные главные мечети городов ислама и там передавали в том числе такие хадисы как хадис муджахи да то что аллах усадит вместе с собой мухаммада на свой трон судный день и так далее и никто это не порицал и все были рады что выявляется сумма что выявляется акыда ахли сон а джахмиты наоборот то есть были кто в бегах кто то есть был казнен и так далее и что случилось в этот момент джахмиты они поняли что дальше уже не смогут потому что сонна победила сумма возвысилась дальше они не смогут по своей старой методике говорить то что они говорили их просто будут гасить и убивать и появились то есть люди которые взяли слова ахли сонного джама словесные формулировки которая мы то есть говорят говорят ахли сонна то что куран несутворен это что то есть аллах обладает сифатами и так далее но стали вкладывать в них другой смысл чем вкладывали это ахли сонна то есть стали вкладывать в них все те же смыслы что вкладывали джахмиты стали говорить мы признаем хадисы мы признаем аяты и так далее но у них есть толкование у них есть толкование то есть то что под рукой на самом деле подразумевается то есть мощь под глазами то есть опека под пальцами то есть силой и так далее то есть стали эти же толкование они были у джахмитов то есть просто они стали более хитро стали говорить куран слова аллаха не сотворенного там говорил но когда ты то есть с ним чуть копнешь да то есть оказывается что куран который то есть мусульман арабский куран использованный аллахом это не это не слова аллаха и он сотворен от однако под кураном они имеют ввиду какой-то там смысл в душе аллаха который не состоит из буквы и то есть который аллах тоже не говорил голосом а при чистом голоса и так далее то есть они взяли и облекли маска джахмитов в оболочку ахли сунна до стали говорить какие-то слова которые говорили ахли сунна но иметь под ним совсем другой смысл это то есть изобрел это абдулла ибун куляб абдулла ибун куляб и его ученик абуль хасана ля шари которому это течение стало приписываться которому это течение стало приписываться и они стали громче всех кричать то что они ахли сунна и так далее но в то же время они не оставили основу этого заблуждения вот это вот эту философскую философский метод доказательства сотворенности мира из которого вытекает который не не получится кроме как отрицает аллаха и осы фаты которые пришли в куране и сумме вот и то есть этот ашарицкий маска он со временем то есть развивался в худшую сторону да потому что абуль хасан аль-ашари он признавал некоторые сифаты он признавал некоторые сифаты как руки всевышнего глаза он при и лик и так далее он признавал некоторые и отрицал некоторые которые по его заблудшему пониманию являются происхождением происшествий как то что аллах делает какие-то вещи в какое-то время и не делает и в другое время как например пришел ходить это что судный день аллах разгневается таким гневом это в сахихе передан хадис то есть каким не гневался не до него не после него не до него не после него они говорят нет так нельзя говорить это происхождение происшествий получается и так далее то есть суть да то что абуль хасан признал некоторые сифаты затем пришли его поздние последователи как аль-джуэйни арази и стали отрицать то что признавал абуль хасан до стали отрицать возвышенность аллаха сухана хула таля стали говорить слова которые хуже слов муатазелитов как говорил шейху лесам бен хуже слов джахмитов как говорю шейху лесам бен тайме да потому что даже джахмиты они делали аргументацию шариатскими текстами что же касается ашаритов поздних то они говорят вообще то есть джахмиты известно да они некоторые брали аяты муташабих то есть не бывает беседы 5 6 кроме какого пяти кроме какого шестой и так далее и аргументировали именно то что аллах везде то есть они аргументировали текстами они возвращались к текстам но забудше их понимали что же касается ашаритов поздних то они сказали к зачем вообще тексты мы в акаде аргументируем лишь разумом а тексты то есть шариата куран сунна это все зачем то есть это не имеет значения в акаде не дает знание не дает убежденности нельзя отобрать в акаде так они сказали как и фахруди на разве ясно сказал то что куран не является прямым руководством вопросе сэфата фалаха дословно так и сказал лейсан куран бихал дан фимари фатисы хватилля так сказал сон-то в сире то есть поэтому то есть этот маска развивался развивался и развился в очень отвратительное кафирское заблуждение и сейчас их состояние состояние этих ашаритов то что они отрицают силу все сэфаты качества улака кроме семи или восьми которые с которыми соглашается их разум и которые они могут совместить вот с этой философской философским путем доказывания а все остальное они отрицают и у них есть два пути один прямой то есть то что они говорят полностью говорят те же слова которые говорили говорили джахмиты как то что под рукой имеется ввиду мощь и так далее и есть 2 тарика более хитрая которая называется от то фу и они говорят то есть они говорят сначала говорят руки а у аллаха нет не лава руки нет так нельзя говорить то что лава есть рука а что имеется ввиду под этими аятами хадисами мы не знаем то есть мы отрицаем этот смысл а что именно имеется ввиду мы останавливаемся ничего не выбираем но точно не рука то есть по сути все остается то же самое да то есть то что отрицание качества но затем не выбирают просто переносный смысл по каким признакам их узнать то что они говорят скажи любому из них у аллаха есть рука и его узнаешь начну говорите так нельзя говорить да ты что-то это уподобление и так далее и тому подобное или скажи аллах над троном и или то есть салах сидит на троне и увидишь то есть сразу его реакцию что касается хукмы этой секты то он такой же как у секты джахмитов на каната кфере которых салев были единогласны такой же точно потому что одно и то же заблуждение одни и те же основы отрицание от них и те же вещей и хукм один и то же и да то есть это про это было сказано все про ашаритов но моторидит это примерно то же самое у них есть некоторое различие которые не влияют на итоговый результат то есть например ранние ашариты они признавали возвышенность аллаха то есть и некоторые его качества альма-туриди же он сразу сразу все отрицал и альма-туриди то есть был полный невежда во первых то есть кто его тассир почитает он переполнен выдуман выдуманными хадисами он не различает между выдуманным самым выдуманными самым достоверным и то есть он вообще не известный человек то есть кто почитает книги историков да то есть и и мама хадиса они человека который имеет малейшее отношение к шарятскому знанию они упоминали не оставляли без упоминания однако если он известен как достоверный говорили он достоверными великие ученые тогда и так и так далее если же он неизвестен да если он уже говорили он уже цели муктадя да если он неизвестен говорили он неизвестный то есть даже неизвестных они упоминали а матуриди вообще никто не упомянул вообще никто не упомянул то есть этот человек суханова неизвестный человек неизвестный человек и и то есть они когда приводит какие-то похвалы в его адрес приводят, то есть в каких-то там седьмого века своих матуридитов и так далее. А он жил в конце третьего, начало четвертого, где похвалы ученых того времени, великих имамов того времени на него. Это человек, за которым вы говорите, должна следовать исламская умма. Он неизвестный человек. То есть мы должны оставить имама Ахмада, имама Аш-Шафи, ималика, суфьяна, исхака, аль-бухари, аль-тирмизи и так далее, великих этих имамов должны оставить и следовать за каким-то невеждой и муптадия и неизвестным человеком. Вот такая то есть логика у них. А так, в общем, то есть различия минимальные, да, Абу-Мансур аль-Матуриди, то же самое, то есть та же самая картина философ и то есть попытка облекнуть джахмитские убеждения сунницкую оболочку. А вас знают лучше.